В эфире Омск ТВ новости. Смотрите сегодня. В эфире Омск ТВ новости. В эфире Омск ТВ новости. Среди них дети, женщины, пенсионеры и маломобильные граждане. Для транспортировки из опасных зон выделено 15 школьных автобусов и газелей. Сельчанам разрешено брать с собой документы, лекарства и домашних питомцев. Хуже всего ситуация в деревне Ашиваны у Стешимского района. Там затоплено 125 домов. Эвакуировано 94 человека, из них 34 ребенка. Под угрозой затопления районная электрическая подстанция. На места отправилась делегация облправительства. Губернатор Виталий Хаценко лично проконтролировал строительство укрепления земной насыпи, которое защищает подстанцию. Отметим, пострадавшим от паводка выплатят материальную компенсацию. Соответствующее поручение отдал глава региона. Деньги поступят до конца этой недели. К нам пришла большая вода, и наши дома находятся в зоне подтопления. Благодаря сотрудникам МЧС и работникам лесхоза, пока мы держим дамбу, наш вал. Я думаю, что мы справимся с этой водой. В Омске задержан оптовый наркокурьер. Об этом сообщили в полиции. Установлено 29-летний житель советского округа работал на онлайн-наркомаркет. Распространял запрещенные вещества на автомобиле Рено Логан. Машину остановили на улице 20-го партсъезда. При себе у мужчины был флакон для таблеток. Внутри – наркотики. Экспертиза подтвердила – это синтетика. В багажнике авто – пластиковая бутылка с тем же веществом. Общая масса – более 200 граммов. По данным оперативников, Омич не только распространял, но и сам употреблял наркотики. Ими же частично получал оплату за незаконную работу. Возбуждено уголовное дело. На время расследования подозреваемый отправлен в СИЗО. Грозит пожизненный срок. В Чукалинске задержали пьяного водителя квадроцикла. В ночь на 11 мая сотрудники ДПС остановили 35-летнего мужчину. Госавтоинспекторы предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Удалось установить – водитель пьян. Его привлекли к ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде. Наказание за это – штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. В Омском общежитии начинает разваливаться стена. Дом находится по адресу улица 5-я Кордная, 63-А. Первые признаки разрушения уже заметны. На это обратили внимание местные жители. Описали проблему в социальных сетях. Мы выяснили – здание принадлежит Омскому многопрофильному техникуму и подведомственно региональному министерству образования. Редакция телеканала Омск ТВ обратилась за комментарием ведомства. Но оперативного ответа нам не предоставили. В Омске закончился отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Шелест. С 13 мая отопление отключат в жилых домах и социальных объектах. Это никак не повлияет на подачу горячей воды, отмечают ресурсники. В летний сезон организации будут проводить испытания тепловых сетей. Это нужно, чтобы выявить и устранить дефекты оборудования. К следующей осени управляющие компании должны подготовить около 6 тысяч многоквартирных домов и более 800 объектов социальной сферы. Теперь нам предстоит провести серьезную ремонтную кампанию на сетях. Дал поручение руководителю ресурсоснабжающей организации тепловая компания Владимиру Зиновьевичу Дмитриеву максимально позаниматься раскопками, которых на территории города немало. Танки, слезы и военные песни. Вспоминаем, как в Омске прошел День Победы. 9 мая, раннее утро. На Соборной площади тысячи человек. Омечений испугало даже штормовое предупреждение. Парад открывает колонна с боевыми знаменами времен Великой Отечественной войны. Парад под государственный флаг Российской Федерации. Знамя Победы! Смирно! Парад принимает начальник Омского гарнизона генерал-лейтенант Владимир Квашин. Он обращается к войскам с приветствием. Поздравляю вас с 79-й годовщиной, со дня победы в Великой Отечественной войне. Ура! 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 На Соборной площади родители с детьми, гости города, дети войны, труженики тыла и ветераны боевых действий. Все меньше остается в нашем строю ветеранов. Они символ храбрости, отваги, несравненного патриотизма, который отстояли мир на нашей планете. На трибуне депутаты всех уровней, чиновники администрации, облправительства, общественные деятели, спортсмены, военнослужащие. С поздравлением губернатор Виталий Хаценко. В годы Великой Отечественной войны Омск стал центром Сибири по формированию войск в соединении частей. Они воевали практически на всех фронтах, участвовали во всех важных битвах и операциях. Они защищали Москву, насмерть стояли в Сталинграде, обороняли подступы к Ленинграду, форсировали Днепр. Одними из первых вошли в Берлин. Марш военной техники. Во главе колонны знаменитый танк Т-34. Всего омичам представили 46 единиц. Советские легкие бронетранспортер БТР-40, мотоциклы М-72 и Днепр, легковые автомобили ГАЗ-67, армейские Виллесы и, конечно, боевая машина БМ-13, более известная как «Катюша». Паран войск Омского гарнизона открывает рота почетного караула Омского автобронетанкового инженерного института. Четким строем по Соборной площади прошли 22 парадных расчета. Военнослужащие Росгвардии, службы судебных приставов, Института водного транспорта, Кадетского военного корпуса, офицеры и курсанты 242-го учебного центра ВДВ, 33-й гвардейской ракетной армии, Омского автобронетанкового инженерного института, МВД России, юно-армейцы. Все выстроились на передней площади перед традиционным исполнением композиции «День Победы». А в это время на водах РТШ стартовала патриотическая акция «Бессмертный полк». Водное шествие с портретами героев Великой Отечественной войны возглавила яхта «Сибирь». Колонна двинулась от Зеленого острова до метра моста, затем развернулась и до Советского парка. Это экипажи яхт, и они, соответственно, из своих дедов, прадедов портреты несут. И плюс у нас пришли волонтеры, юно-армейцы, которые также несут портреты и своих родственников. Вот на каждом экипаже, на каждом судне 12 яхт в этом году. Не все ветераны смогли насладиться праздником в центре города, поэтому праздник сам пришел во двор. Концерт на левом берегу у дома фронтовика Федора Архиповича Шилкова. Будучи 17-летним парнем, он отправился на фронт в 1944 году. Служил под Ленинградом, потом полк перебросили на Дальний Восток, затем в Омск. Федор Архипович всю жизнь преподавал на военной кафедре в Сибади. У ветерана более 20 наград. Самое главное – медаль за победу над Германией. Всех вас поздравляю с Днем Победы. Всем здоровья, счастья, удачи, семейных получей. Живите с семьями и детьми. Уважайте друг друга, любите друг друга. Без любви нет жизни на земле. Всего вам самого лучшего. Народные танцы, грустные стихи о войне и трогательные песни. Поздравить бывшего фронтовика собрались творческие коллективы Омска. Ой, вот я и смотрю про мое гуляние. Сидевать, я хочу трогать в Питании. В этом году в Омской области не было праздничного салюта. Распоряжение от главы региона. Но салют на 9 мая далеко не главное. Главное – чтить и помнить. Федеральный следственный комитет проверит законность вырубки деревьев в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Телеканал Омск ТВ рассказывал о ситуации. На снос растений возле озера первыми обратили внимание горожане. Они предположили, что участок освобождают для коммерческих целей. Версию подтвердили в региональном следкоме. Правда, детали дела не раскрывают. Неизвестно, кто проходит подозреваемым. Ситуацию агентству Омск.Информ прокомментировал директор парка Руслан Щербаков. Мы ничего не можем сделать с этими пнями, поскольку они проходят по уголовному делу как вещественные доказательства. У меня каждый день приезжают проверки. Омские кладбища подготовили к родительскому дню. Об этом сообщили в мэрии. Напомним, Радоница выпадает на 14 мая. В этот день принято посещать могилу усопших, чтобы почтить их память. В Омске к местам захоронения организовано более 100 специальных рейсов. С рекоператором «Магнит» заключен дополнительный контракт на вывоз мусора. Санитарная обработка продолжается. Рабочие красят скамейки, белят бордюры и приводят в порядок мемориальные захоронения. Территорию заранее обработали от крыс и клещей. Однако это не гарантия безопасности. Как защитить себя и что делать, если заметили укус? Об этом мы поговорим с заведующей кафедрой детских инфекционных болезней Омского государственного медицинского университета, доктором медицинских наук Ларисы Пузыревой. Смотрите интервью сразу после выпуска новостей. Все зависит от... В финале церемонии участники почтили минуты молчания память ветеранов Великой Отечественной войны, а также возложили цветы к вечному огню.